Книга «Открытым оком», том 6, тема «Молитва», вопрос 1503. В молитве «Отче наш» Матфея 6,9-10 молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Упоминаются два различных неба. Сколько видов неба определяет нам Библия и чем они различаются? В народе, когда желают выразить высшую степень блаженства, говорят, на седьмом небе у всяких экстрасенсов и колдунов также упоминаются семь небес, отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. В данной молитве в словах на небесах и на небе не делается различие, но смысл заложен один и тот же. Слово Божие упоминает нам о трех небесах и о небе небес. Больше ничего неизвестно. 2 Коринфянам 12,2. «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет в теле ли, не знаю, в неле тело не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Второзаконие 10,14. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». 3 Царств 8,27. «Поистине Богу ли жить на небе?» «Поистине Богу ли жить на земле?» «Небо и небо небес не вмещают тебя. Семь умения, сей храм, который я построил имени Твоему». Исайя 37,16. «Господи, сова, о Божий Израилев, сидящий на Херувимов, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю». Евреям 4,14. «Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Нам непонятно, что значит «сидение на них Херувимов». Дионисий Ариапагит много о том пишет при описании Иерархии Небесной, но доверять ему мы не можем на сто процентов, ибо на этот счет дано угроза на смешливое предупреждение от апостола Павла. Колосинам 2,18. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел. Безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Откуда же тогда появилось-то седьмое небо? Вполне допускаю, что это отслышал звон, да не знаю, где он. В Откровении Анна есть совмещение этих двух слов в одном месте, а незнающие писание легко могли перевести это и сместить по счету на количество небес. Откровение 15,1. «И увидел я иное знамение на небе. Великое и чудное семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Богу нашему слава, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова